Добрый день, меня зовут Арсислав Дежур, я автор шести книг стекловой прозы, из них представляю две, по сути, с тобой у меня три, но я представляю здесь две книги прозы, скрижаль. Книги очень острые, но чтобы сказать короче, если в двух словах, это книга о вере, хотя если чуть поглубже, мой герой однажды понял, что он не знает ничего ни о себе, ни о том народе, которому он принадлежит, ни о мире, в котором он живет. И вот он начинает раскручивать эту цепочку, и он изучает историю еврейского народа, и по сути, этому посвящена первая книга. И события развиваются на фоне конца 80-х, начала 90-х годов России. Мой герой не думал уезжать поначалу из России, но то, что происходило в стране, буквально выталкивало его, и он эмигрирует в США. Вторая моя книга, мой герой вступил на американскую землю, но вместе с тем тот процесс познания, на который он однажды вступил, он понимает, что его жизнь не кончается с переменами местожительства. И он понимает, что главные вопросы в этом мире идут от того, существует Бог или его нет. И Крижаль, это фамилия моего героя, начинает изучать историю мировых цивилизаций и религий. И это, если говорить о цивилизациях, это древняя цивилизация шумеров, это древний Египет, это древний Рим, древняя Греция. А где вы брали вот этот исторический материал, который вы использовали? Это ваше исследование, да, или как это? Я работал над... Я, кстати, пишу продолжение, но в общей сложности работаю над этим уже почти 20 лет. Безусловно, провел много времени в библиотеках. Очень много... А какие языки вы использовали, мне просто интересно, при исследованиях? И, к сожалению, я владею совершенствами только русским и английским. А какие библиотеки вы использовали тогда, по-моему, так сказать? В России. Я жил, кстати, в Туле. Это была Тульская областная библиотека. Это все, чем я располагал тогда. Но здесь я, безусловно, это и центральная библиотека Нью-Йорка. А где вы, а вы где живете вообще? Я живу в Бруклине. А, так вы нас, окей, понятно. Вот. И если досказать, каким выводом мой герой пришел, выводы очень острые. Скажем, один из них – не может быть двух людей, которые исповедуют одну и ту же веру. Нужно различать веру от религии. Вера – это нечто индивидуальное, и у каждого человека своя. Вера – к этому выводу мой герой пришел, и для него это ясно, и в книге это обосновано. Другое дело – религия, у каждого из которых имеет свой срок существования, и религии появляются, существуют и умирают так же, как рождаются. А сколько вы книгу начали писать в России? Да, я начал писать в России. А сколько лет вы живете в Нью-Йорке уже? В Нью-Йорке 20 лет. В этом году было в мае. То есть это уже книга имеет историю больше 20 лет, правильно? Да, да. Но я и пишу стихи так же, и вот, кстати, моя книга стихов, я ее издал тоже в Америке, Liberty Publishing – это книга. Я издал ее с Марком Черняховским, есть у Марка издательства Мир. А где могут ее купить читатели вообще? Я издал небольшим тиражом, продаю сам, у меня есть веб-сайт, кстати, покажу вам свою карту. Сайт очень простой, art-di.net. Все, спасибо большое. Спасибо вам большое. Все. Удачи вам.